Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Как показали последние события, это не просто прикольная фраза из фильма. Убить человека и выйти через год из тюрьмы? Почему бы и нет? Всем привет, друзья! Меня зовут Павел. И когда я читал эту новость, я постоянно ловил себя на мысли. Я, наверное, что-то не догоняю. Просто какие-то моменты в статье опущены. Но это не может быть правдой. Но чем больше появлялась информации, тем яснее становилось. Может. Убийство произошло ночью в июне 2019 года. Прямо перед главным входом в здание Курского вокзала. Преступник Антон Бережной напал с ножом на пару мужчин. Евгений Ефимов получил легкое ранение, а Роман Едалов, который заслонил с собой друга, скончался на месте. И вот в феврале этого года присяжные освободили Антона Бережного прямо из зал суда. А почему бы и нет? Его признали виновным в нападении, и так как он практически год находился в СИЗО, этот срок ему и засчитали. Что по поводу убийства, спросите вы? Какого убийства? Присяжные посчитали, что, видимо, преступление совершило какое-то другое лицо. И такое, оказывается, бывает. Но самое удивительное, подсудимый признал вину в убийстве, однако настаивал, что сделал это не специально. По его версии, погибший сам упал на нож. Я не знаю, может, это уже профессиональная деформация, но у меня одного вьетнамские флешбеки с царевичем Дмитрием. Тот тоже сам на нож упал. Нападавший держал нож. Нападавший ранил выжившего мужчину. Но нападавший никого не убивал. Вот такой парадокс. Давайте не будем пытаться играть в битву экстрасенсов. Хотел убивать, не хотел. Правду мы и в любом случае не узнаем. Но человек напал на людей. Это подтверждено. С ножом. Это тоже доказано. Какая к черту разница, что у него в этот момент в голове было? Эй, мужики, подождите. Смотрите, какой у меня классный нож есть. Сейчас покажу. Человек напал на других с оружием. Это, простите, не обезьяна с гранатой. Хотя, судя по всему, разница небольшая. Который не понимает, что она делает. Я не хотел убивать. А что, так можно было? Подходишь к человеку, разрезаешь ему живот, а потом, не понимающий, хлопаешь глазками. Я не хотел убивать. Мне просто было интересно, что внутри находится. И все, не прикопаешься. Никакого злого умысла не было. Давайте всех пьяниц, убийц за рулем отпустим. Они тоже, скорее всего, не хотели сбивать пешехода. Они просто были пьяные и ехали быстро. Ну, с кем не бывает. Ну и в довершении всего этого для полноты картины стоит добавить, что погибший был геем. Почему я говорю об этом только сейчас? А не в начале новости, как это сделали все СМИ. Потому что, увы, для некоторых убийство человека и убийство представителей ЛГБТ – это разные вещи. А самое главное, мне бы очень не хотелось, чтобы ориентация заслонила для вас преступление. Ну, со мной такого никогда не произойдет. Я же не из этих. Знаете, вся эта фигня с теорией справедливого мира. Меня-то точно не тронут. Я же себя хорошо веду. Погуглите на досуге выставку, во что была одета. Очень многие вещи в голове поменяются. Да, были выкрики с его стороны. Сволочи, в общем-то, и агрессия, соответственно, необоснованная больше ничем. С большой вероятностью это связано как раз с ориентацией. Выглядели мы в повседневной одежде были. Соответственно, как вариант, человек следил за нами. Мы шли от ночного клуба. Безумно поражает контраст со всеми этими историями с пластиковыми стаканчиками, опасными твитами, лишением родительских прав из-за того, что пара оказалась рядом с митингом и другими преступлениями, требующими оперативного вмешательства. Да ладно, пластиковый стаканчик. Вы за превышение самообороны можете свободы лишиться на гораздо больший срок. На вас нападают, а вы должны как следует рассчитать, не слишком ли вы усердствуете в защите собственной жизни. Если женщину пытаются всего лишь изнасиловать, подумаешь, мелочи какие. А она решит, к примеру, отбиваться ножом, надо для начала оценить ситуацию. Вот когда вас начнут душить, тогда уже можно и за нож хвататься. Но если для жизни не было очевидных угроз, всегда же понятно, что в голове у насильника они обычно потом до дома провожают, то изнасилованную женщину, убившую преступника, практически гарантированно посадят. Вот вполне себе реальная история. Два парня возвращались с работы. Их решили ограбить три быдлана, вооруженные рейками от скамеек. Парни попытались убежать. Не получилось. Гапари догнали и начали избивать. На теле потом насчитали десятки следов от ударов. В конце концов, один из парней сумел отобрать палку и ударил по голове нападавшего. Удар оказался смертельным. Итог. Шесть лет колонии строгого режима с выплатой материального и морального ущерба. Нет, осудили не нападавших. И только благодаря тому, что защита обратилась в Верховный суд, Верховный, блин, суд, парня оправдали. Вот такая вот забавная штука превышения самообороны. Вы нападаете на людей с ножом, но говорите, я не хотел убивать, вас отпускают. Вы защищаете свою жизнь, вас отправляют в тюрьму. По-моему, все логично. Забавно, если здесь, конечно, применимо это слово, как быстро переобулись некоторые товарищи в интернете. Сестры Хачатриан должны сидеть в тюрьме. Какая разница, что привело к преступлению? Убийство есть убийство. И тут же. Парень уже и так год отсидел. Зачем жизнь человеку ломать из-за какого-то... Судя по всему, присяжные именно так и рассуждали. Что со всей этой ситуацией будет дальше, пока же только время. Но очень хочется верить, что подобные решения суда не станут нормой для нашего общества. Мне кажется, очень важно говорить о подобных ситуациях и о таких решениях суда. Потому что в следующий раз на месте потерпевшим может оказаться любой из нас. И совершенно не важно, кто это будет. Мужчина, женщина, грек, узбек, таджик, не знаю, там, православный, мусульманин. Без разницы. Ситуация, когда на тебя напали с ножом. Человека убили. А в итоге убийца спокойно гуляет по Москве. Это ненормально. И объяснение, я не хотел никого убивать, просто с ножом напал. Это детский сад, а не объяснение. Вот серьезно. И молчать о подобных ситуациях, мне кажется, это то же самое, что поддерживать. Подобные решения суда и таких людей. В общем, вы сами отлично знаете, как поддержать этот ролик. Не буду вам напоминать. А я встречусь с вами в моем новом видео в понедельник в 17.00. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok